всем привет друзья вы на канале покупка винтажа из трины сегодня наш обзор будет про антикварные бакелитовые бусы вот они перед вами это настоящий вишневый антикварный бакелит времен арт-эко я приступаю к его обзору и описанию чем отличаются бакелитовые бусы антикварные винтажные от обычного пластика во первых они тяжелее обычного пластика во вторых обычный пластик легко возгорается и пускает черный дым и вы сразу под по его запаху по его цвету сразу понимаете что это пластмасса обычно что касается бакелита он не возгорается так легко не воспламеняется не оставляет таких неприятных черных дымов или запахов как обычная пластмасса он расплавляется при более высокой температуре также он не хрупок он очень износоустойчив очень устойчив к ударам тяжести если нажимать его или ставить под пресс и так далее также как я уже сказал более тяжелый обычная пластмасса по весу также можно определить так среди бакелитов также очень много разновидностей и цветов так этот вишневый бакелит причем это редкий самый дорогой так как у него на просвет если просвечивать внутри есть мраморные такие дынчатые узор вот если его просвечивать видите появляются внутри вот такие дынчатые заморные узоры так же в этих маленьких бусах есть эти узоры даже на свету при дневном свете если его так держать и внимательно рассматривать то можно заметить эти узоры так как он наполовину видите какие красивые цвета открываются внутри так так же отличительная характерная черта у этих пакелитовых гус старинных смотрите вот с этой стороны дырка дырочка большая на бочонке а с этой стороны уже видите малюсенькая узкая многие его так же называют фатураном не знаю так далее так фатуран распространен больше был турков они разные эти смолы и остатки янтаря смешивали вместе переваривали и получали фатуран так откуда появилось название бакелит друзья был такой ученый американский Лео Баклэнд он изобрел этот вид пластика формальдегидного который назвал своим именем бакелит в то время в эпоху арт-деко это было примерно в 1930-х годах насколько я помню он изобрел да в то время не было возможности у людей покупать дорогих украшений поэтому из изобретенного им материала этого бакелита выпускались очень много украшений браслеты, кулоны, ожерелья, серьги в общем все что угодно и он очень быстро получил распространение его стал очень популярным и модным из-за невысокой цены и в то время все пользовались этими украшениями покупали их до сих пор есть люди которые коллекционируют его поэтому он имеет цену поэтому его покупают берут ну в основном его коллекционируют американцы американские граждане а турки например покупают его из-за цвета кровавого у них это этнический цвет очень распространен очень обожают и любят они покупают и женам дарят и сами себе эти четки делают чтобы бросать так что он популярен и у арабов арабы тоже кто именно любит и предпочитает этот цвет они вот ожерелья дарят своим женам или сестрам или матерям потому что у них очень модно и стильно этот цвет да а остальные есть люди что у них престижно там берут некоторые очищают цвет его вот если он форма бочонка или шаров очищают его он снизу под вишневым цветом уже желтый цвет как например винтажный янтаж он сверху корочка у него темная а если отколоть чуток то под ним уже более светлый оттенок янтаря такой светло-желтый зеленоватый так и дело обстоит с бакелитом под вишней под вишневой корочкой если ее протереть обчистить и так далее там уже желтый желтоватый оттенок цвет нет некоторые берут очищают и в общем четко себе делают непонятно почему если есть теперь очень много больше этих есть имитации бакелита янтаря все абсолютно оттенки цвета получают из новых материалов таких как бернит навалак каталин и так далее полно и цвет янтаря и фактуру янтаря получают и бакелита и всего чего угодно так какой смысл брать стереть его чтобы получить светло-желтый оттенок не пойму так 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 вот я вот хочу к примеру показать вот эти вишневые четки материал такой же он не расплавляется как этот пластмасса или какие-то он такой же цвет видите вишневого цвета сейчас я просвечу его с помощью фонари о мраморных узоров нету но просвечивается видите интересно просто показать вам друзья мои как видите это более современный материал называется это бернит он распространен сейчас очень много из него и блуз и этих разных упускают ожерелье и браслетов и так далее он стоит дешево суть в том что я хочу сказать или отметить что какой смысл брать очистить благородный цвет вишневый и попелитовый редкий брать очищать его если он в течение многих лет десятков или сотен лет приобрел вот этот благородный красивый цвет смысл его очищать сделать желтым если можно приобрести если хочешь желтый цвет приобретай желтый или очищенный или вот из этого дешевого материала купи такие же есть и желтые и зеленые всех цветов всех фактур с разными узорами и что хочешь покупай порядка десяти долларов десяти пятнадцати долларов можно это приобрести максимум такие бусы вот эти современные так что нет смысла портить старинное красивое шикарное вот это богатое зрелое изделие чтобы из него получить фуфло какое-то и куражиться перед остальными такое вот красивое красное винтажное вишневое ожерелье так на вот этих штучках видите как они похожи на гранатовые огранки гранатовые штучки гранат если вот гранат брать они похожи на гранатовые эти штучки такие красивые цвет естественно что хочется их съесть очень красиво интересно наверное гранат люди старались трудились нужно сказать уже почти век назад 2020 год почти уже сотни это все делали еще спустя столько лета они приобрели такой красивый оттенок и красивый цвет чтобы какие-то недоумки брали его очищали и куражились перед своими сородичами или непонятники лучше конечно хранить его или носить в таком виде какой он есть благородным красивым окрасе вишневым так вот сегодня пока вот столько об акилите дорогие друзья подписывайтесь на мой канал ставьте лайки оставляйте комментарии пожелания и так далее будет очень много интересного полезного на моем канале поздравляю всех вас с наступающим годом друзья будьте счастливы будьте здоровы будьте успешны и удачливы в новом году всем пока до новых встреч друзья